Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова. И сегодня я решила включиться, чтобы пообщаться с вами, поговорить на две темы. Это тема капсульный гардероб и тема пряжи. Пряжи любой, дорогой и дешевый. И, конечно же, решила вам продемонстрировать свой очередной комплект. И вот эта тема как раз связана с темой капсульного гардероба. Я думаю, что, может быть, мое мнение разойдется с вашим. Очень хочу услышать ваши комментарии на эту тему. Но я в последнее время стремлюсь к тому, чтобы мой гардероб был капсульным. Что такое капсульный гардероб? Это у меня ассоциация такая. Я еду в отпуск, у меня маленький чемодан. Но в этот чемодан должно вместиться все вещи, которые будут гармонировать между собой. И их должно быть очень мало. Потому что мне нужна легкость. Мне нужно, чтобы это было дешево. Потому что в последнее время уже мы платим даже за багаж. Мне нужно этот чемодан взять как ручную кладь. И чтобы я выглядела в отпуске на все 100%. И чтобы никто не догадался, что в моем гардеробе всего несколько вещей. Это потому, что они гармонируют между собой. Итак, вот, пожалуйста, тема капсульного гардероба. Недавно мы с вами связали вот такую прекрасную накидку. Которую я назвала иллюзия. И связали свитер жгуты на резинке. Он тоже на мне. И я приму ваши комментарии, которые я уверена, что мне напишут. Вот, все одели сразу, вязанное на себя. Да, я одела все вязанное на себя. Все лучшее одену сразу. Наверное, это мой лозунг. Ну и вы посмотрите, как это все гармонирует между собой. И еще хочу сказать. Пусть вам вот эти мнения чужих людей никак не вредят. Ориентируйтесь только на свое мнение. Если вам это нравится. Если вы это носите с удовольствием. Значит, одевайте. И так тому и быть. Итак, сейчас два комплекта. Вернее, свитер с жгутами. Еще даже не в полном комплекте. Потому что вы не видите на мне рукавов. Сейчас в данном случае этот свитер как жилет. И второй комплект. Это вот такая накидка иллюзия. Накидка пончо. Вот такая повязка на голову. И еще вот такие замечательные гетры. Которые я вчера буквально закончила. И я просто счастлива. Вот такая красота. Конечно же, к этому гардеробу еще нужна сумка. И она у меня есть. Причем их даже две. Вот такая сумка. Хендмейт. Которую я делала. Вернее, шила и вязала. Здесь сразу и шитье, и вязание. Есть мастер-класс на канале. Вот так вот она сделана внутри. Здесь кнопки. Спонсоры мне помогают. По-моему, это были салфетки от T-Decor. Бирочка была от интернет-магазина «Сиреневый слон», который мне предоставлял трикотажную пряжу. И родилась вот такая сумочка. Она тоже сюда идет, но я как бы сейчас ее не одеваю на себя, чтобы вы во всей красе увидели все остальное. Но она сюда тоже идет. И я призываю вас, когда вы заказываете пряжу, когда вы заказываете вещи в интернет-магазинах, пожалуйста, подумайте, с чем они будут носиться. Чтобы как можно меньше вещей было у вас в шкафу, и они занимали место. Но как можно больше было всяких интерпретаций. То есть одно гармонирует с другим. Вот эти вот, кстати, кроссовки тоже от Ньюшик. Обзора, кстати, не было у меня на канале. Но я уже очень часто, часто их показываю. И вторая обувь. Это вот эти вот сапушки для снегурочки. Посмотрите, как все гармонирует. Штанишки от, по-моему, Grand Stock. И я полностью упакована. Я к чему вам говорю? Что продумывайте каждую вашу покупку, чтобы вы понимали, что и с чем, и как будет гармонировать. Чтобы вы не купили дорогую вещь, а одеть ее не под что. И она очень дорогая. И она лежит у вас в шкафу. И вы смотрите на нее и любуетесь в шкафу. Все вещи мы должны носить. Ну, а теперь давайте поговорим о дешевой пряже. Я вообще сторонник любой пряжи. И дешевая, и дорогая. Как говорится, вся пряжа нужна, вся пряжа важна. Вот сейчас вот этот комплект на мне. Это, кстати, был спонсором магазин Кудель, который предоставил пряжу Камгар. Это турецкая пряжа. 200 грамм, 1100 метров. Фирма Камгар называется пряжа папайя кейк. Ангора папайя кейк. По-моему, так. Смотрите, что получилось. Из 400 грамм этой пряжи. Да, там 20% шерсти ангоры и 80% акрила. Казалось бы, сплошной акрил, 80%. Ну, вы посмотрите на качество этой накидки. Накидка, кстати, связана крючком. И гетры связаны спицами. Об этом немножко позже. Покажу все подробнее на столе. А сейчас мои впечатления от этой пряжи. Ну, что могу сказать? Я просто счастлива. За 600 рублей сейчас пряжа в Куделе стоит 305 рублей 200 грамм. Вот эти 1100 метров. И из двух моточков, внимание, из двух моточков вы получаете вот такую шикарную накидку. Оверсайд, да? Она достаточно большая. Получаете гетры, которые весят буквально 40 грамм в две штуки. Получаете вот такой снуд. И этот снуд еще превращается в шапку. И получаете вот такую налобную повязку. За 600 рублей, представляете? Это же, ну, я не знаю. Это просто, ну, это счастье. Купить пряжу за 600 рублей и связать себе столько вещей. И по поводу теперь качества и цены. Цена-качество. Цена-качество, по-моему, на высоте. Даже если эти гетры я буду носить всего один сезон, мне не жалко будет их выбросить. Посмотрим, как они себя поведут в процессе носки. Как там будет все кошлатиться или не будет. Я вам, конечно, все это покажу. Но я довольна. Я довольна тем, что у меня получилось. Конечно, вот этот свитер, который тоже трансформер, который сейчас на мне, по цене дороговато. Потому что это пряжа Апалту. Да, я еще добавляла Мидару. Ну, сейчас это пряжа около 500 рублей. По-моему, 467 рублей 100 грамм. Но, извините, на свитер, вот такой шикарный свитер-трансформер, 400 грамм ушло Апала. Ну, пусть это будет 2000. Пусть еще 1000 на пряжу Мидара. Да, это 3000 рублей. Я думаю, что это совсем недорого для такой вещи. И еще эта вещь связана вашими руками. Где ваша энергетика? Ваше тепло. В общем, я призываю вас очень тщательно относиться к своим покупкам. Делать выбор пряжи или каких-то других вещей. Обуви, сумок. Вы должны понимать, зачем вы покупаете эту вещь. То есть не просто вот понравилось и я ее куплю. А что она принесет в мой гардероб. Как она раскроет мой образ. Вы сэкономите деньги и вы сэкономите место в вашем шкафу. Это еще не все интерпретации, которые я вам показала. Вот эти вот гетры. Сейчас я прервусь и покажу, что это еще и рукава. И я думаю, что вы загоритесь связать этот комплект. Итак, дорогие друзья. Гетры, которые вы видели на ногах. Сейчас их там нет, как вы наблюдаете. Они сейчас у меня на руках. Посмотрите, эти гетры просто идеально подходят вообще подо все. То есть под мой свитер с жгутами. Хотя это совершенно другая пряжа. Они подходят под эту накидку. Мне уже, честно говоря, очень жарко. Потому что пряжа настолько теплая. Несмотря на то, что в ней всего 20 грамм шерсти. Остальное акрил. Посмотрите, какая прелесть. Посмотрите, какой уют. Вы можете сделать их вообще митингами. Если вот здесь еще пришить такую петельку. Это будут как митинги. А может быть, я даже здесь пришью кнопочку. И это точно можно носить как митинги. Посмотрите, какая прелесть. Можно их. Они свободно снимаются. Можно их одевать другой стороной. Если вам так угодно. Сейчас у меня был белый манжетик. А сейчас мы сделаем зеленый манжетик. А мы можем даже сделать разные манжеты. Здесь будет зеленый, а здесь белый. У кого как работает фантазия. Это же беспредельно. Вот и все. Здесь даже не нужно никаких кнопок. И вы упакованы. Вам тепло. Вам уютно. И вы счастливы. И все это, вот этот набор за 600 рублей. Ну, где такое может быть? Я, конечно же, не считаю ваш труд. Потому что он бесценен. И вы вяжете для себя. Вот такой комплект. Я извиняюсь, конечно же, можно было сейчас одеть мои знаменитые ботфорты, которые вам так понравились. Но я боюсь, тогда просто угорел от жары. Рукава-то у меня от свитера остались. Их можно одеть на ноги. И когда вам будет совсем тепло и комфортно. Мы можем одеть вот этот снуд, сделать его как шапку. Вы представляете вообще, сколько разных вариантов. Если немножко подумать и включить свою фантазию, и у вас все будет очень классно получаться. Итак, гетры. Немножечко расскажу, как я их вязала. Здесь, в принципе, резиночка 2х2. Обычный наборный край. И немножко меняла спицы. Значит, набрала я 65 петель. Конечно же, вы будете смотреть по своему размеру ноги. Ноги, руки. Потому что это гетры рукава. И провязав где-то вот так вот, сантиметров 8. Я провязала спицами 3,5. Потом перешла на спицы 4. И больше ничего не меняла, не добавляла. Закрыла обычным, самым обычным классическим методом, чтобы вот здесь было достаточно туго. Вот этот вариант, когда вот это вверху на икре ноги, это как раз вот это туго очень-очень пригодилось, потому что гетры не падают. То есть, вот они на ноге держатся мертво. Если одевать в другую сторону, то есть, вот это у вас получается внизу, вот это вверху. Здесь более слабая резинка. Это начало вязания. И тогда, чтобы хорошо сидела на ноге, нужно просто вот так вот завернуть. И вот такой сделать. Вольфик, гетр. И тогда все идеально. В общем, я очень довольна этой пряжей. На гетры ушло 40 грамм. То есть, по 20 грамм пряжи на каждый гетры. Пряжа Papaya Angora Cake от фирмы CamGarn. Я нашла этикеточку этой пряжи. Пряжа турецкая. Очень дешево. 200 грамм 1100 метров. Я уже говорила. 80% акрил, 20% шерсть. Значит, сейчас этого оттенка уже нет. Ну, пока нет в куделе. Я думаю, что его подвезут. Так, а какой же оттенок? Сейчас найду оттенок, включусь. Итак, 610 Color. Я сегодня заходила, не нашла этот оттенок. Давно его нет в продаже. Менеджеры Кудель, пожалуйста, закажите эту пряжу. Она прекрасна. Там есть похожий оттенок, но больше в зеленый цвет. И его тоже нет. В общем, я так поняла, после моих роликов разобрали эту пряжу. Будем надеяться на лучшее. Но все-таки, может быть, вы что-то выберете из того, что есть. Может быть, есть в других магазинах. Но я рекомендую эту пряжу. Надо понимать, что если мы вяжем гетры, и мы там вяжем их на сезон, то, я думаю, 300 рублей можно потратить. И у вас будут и гетры, и практически накидка. Потому что расход пряжи просто очень-очень экономный. Посмотрите, какая воздушность. Да, забыла сказать. Нет, сказала про спицы. Спицы от КнитПро. Я их сейчас не выпускаю из рук. Мои джинджеры. Ну, по длине я вязала по пряже. Сколько у меня было, столько и вязала в длину. Я думаю, что здесь сантиметров 70. Наверное, вот это одна гетра. Что я делала? У нас же пряжа идет секционно. Поэтому я сначала отматывала моточки каждой секции. И потом эту секцию делила на два. Взвешивала на весах. И потом спокойно вязала, уже никуда не бегая к весам. И у меня практически получилось четко. Но если, допустим, у меня в одном гетре было больше на два ряда, а в этом меньше на два ряда, я компенсировала это следующим рядом. То есть, следующий ряд у меня получался вот этим цветом больше, этим цветом меньше. Главное, чтобы ваши гетры были одинаковой длины. Ну вот, в принципе, и все по этим гетрам. Сейчас я вяжу просто класснючие следки. Сейчас вот я вам покажу, что они одинаковые. Несмотря на то, что где-то разница есть по цветам. Но поверьте, у вас на ногах, ну вот даже, в принципе, и видно, что вот этого зеленого здесь больше в этой гетре, а здесь больше получается вот этого серого оттенка. И таким образом вот я выравнивала высоту или длину этих гетр. В общем, девочки, я рекомендую вам и опал, и вот эту пряжу. Вот это вот, это просто находка. Я даже планирую связать вот такой воздушный свитер или джемпер. Возможно, даже просто вот такой резинкой вяжется. на раз-два и расход просто потрясающий. Одного моточка, я думаю, мне хватит на целый свитер. Ну все, на этом я буду заканчивать сегодняшнее короткое видео. Я надеюсь, вам все понравилось. Жду ваши комментарии. Всех обнимаю, всех люблю. И до скорых встреч. С вами была Елена Сидникова. Пока-пока.